На 6 месяцев ранее термину, на передо дни 40-го телоизволения Беларуси, приняло первших пассажиров Минское метро. Все начиналось в далеком 1977 году. В Минске стартовало строительство метрополитена. Отправная точка – станция парк Челюскинцев. И вот за 4 десятилетия столица из города с миллионным населением стала мегаполисом-двухмиллионником. Под стать размаху Минска возводилась и подземка. Сегодня это город, скрытый под городом. 37 километров пути, 29 станций. И это не считая четырех строящихся. Сейчас находимся возле тоннеля, который связал станцию вокзальная, станцию Багушевича, по которым в дальнейшем будут ходить поезда Минского метрополитена. Будущая станция метроплощадь Франтишка Багушевича за последние месяцы растет буквально не на дрожжах, но на бетоне и металле. Уже более чем наполовину готова платформа. От нее добавилось два этажа. Объект готов более чем на треть. Ведь это будет промежуточная станция между вокзальной и юбилейной. Мы с вами уже находимся на уровне платформы, там где будут находиться люди. За мной находится уже лифт виден. Он уже три этажа построен. Над нами построено машинное отделение эскалаторов. И уже этаж кассового зала залит, в который уже будут люди ходить. Вообще любое строительство – индикатор развития города. Возведение же новых станций и линий метро – еще и показатель стремления к далеким, но при этом осязаемым перспективам. Недаром многолетние заслуги Минск-метростроя отмечены на самом высоком уровне. Отныне название организации среди лучших на республиканской доске почета. Мы работаем сегодня уже не только на эти четыре станции. Мы уже пошли дальше. Мы пошли уже на Кижеватово. Мы работаем, вы, наверное, видели. Мы работаем по выносу сетей, готовимся к строительству еще трех станций. Думаю, что за этим сроком 2019 год пройдет следующий 22-й. И в 22-м мы развивать эту линию будем дальше, до 7 станций. А еще Минск-метрострой – это подземное сооружение и пешеходные переходы. Работы хватит не только в столице, но и в других городах и странах. Так что к своему сорокалетию, которое метростроевцы отметят в 2019-м, организация подойдет еще с более солидным багажом возведенных объектов. Алексей Кондратенко и Юрий Тихонович о тех, чьим именем гордится твой город.